Внутренний воловой продукт района за минувший год вырос на 34%. Приток инвестиций в основной капитал по району вылечился в два раза. Вдвое возросли инвестиции промышленных предприятий. Собран рекордный урожай. В течение сложного пандемийного года особое внимание уделялось повышению эффективности расходования бюджетных средств и сохранению социально-экономической стабильности в нашем районе. Юрий Саблин поблагодарил всех за платворную работу и сделал акцент на задачах, которые предстоит решить в 2022 году. Среди них – строительство мостачи из реки Шипуниха в деревне Шадрино, капитальный ремонт Кровель в школах Веркайона и детском саду Старого Искитима, завершение строительства трех ФАПов и возведение двух новых. Глава ответил положительно и на вопросы депутатов. О завершении строительства Леневского стадиона, о предстоящем проектировании 20 станций водоочистки, о ликвидации свалки в Завьялове и не только. Мы планируем в этом году начать ликвидацию свалки возле Бурмистрова и Лебедевки. Ликвидацию будем проводить на средства. С этого года средства налоговые под природоохранной деятельностью будут оставаться району, поэтому на эти средства, там порядка 12 миллионов рублей, мы постараемся свалки либо частично, либо полностью ликвидировать. Еще один депутатский вопрос касался газификации поселка Листвянский. Я бы сказала, что это самый наболевший первоочередной вопрос, который избиратели задают депутатам при каждой встрече. Скажите, на 2022 год запланированы какие-то работы по газификации поселка? Знаю точно, что уже 3 или 4 года подряд подаются заявки, но, к сожалению, Листвянка не входит в эту программу. Думаю, разберемся, постараемся скорректировать, исправить те ошибки или те недочеты, по каким причинам происходит отказ, и будем стремиться к тому, чтобы подвести газопровод. Завершая свой доклад, Юрий Стаблин подчеркнул, что все перспективные задачи обеспечены бюджетным финансированием. Глава, конечно, постарался представить более полную картину того, что было проделано, какая большая работа и какие задачи были поставлены на этот текущий год. Район всегда выходит с плюсом. И это не может не радовать, даже в пандемийный год мы находим и средства собственного бюджета, и привлеченные средства, и участие в программах. Район на месте не стоит. Деятельность главы района и администрации депутаты признали удовлетворительной и приступили к внесению изменений в районный бюджет текущего года. Предлагается увеличить расходную часть бюджета из Китинского района на сумму 80 953 600 рублей за счет остатков средств по состоянию на 1 января 2022 года и за счет увеличения поступлений иных межбюджетных трансфертов из бюджета рабочего поселка Ленева и за счет возвращенных остатков в субсидии из областного бюджета за 2021 год. Депутаты постарались максимально эффективно распределить остатки средств на мероприятиях в сферах образования, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и других. Отдельным вопросом повестки предлагалось упразднить отдел по физической культуре и спорту. Его полномочия перекладываются на районную детско-юношескую спортивную школу. Совсем нецелесообразно содержать в структуре администрации отдел, функции которого сегодня полностью переложены на детско-юношескую спортивную школу, поэтому мы его исключаем из структуры администрации. В принципе, у нас аналогичная ситуация была по отделу культуры, и сегодня Центр развития культуры с успехом, с полномочиями справляется. По всем вопросам повестки сессии депутаты приняли положительное решение.